В форме игры. Так проходят тренировки у трехлетнего Савве. Но не по слушанию здесь места нет. Его тренер Сергей Сокульский. Мастер спорта, чемпион России по толканию ядра и по совместительству папа мальчика. Давай подтягиваться. Еще. Молодец. Русский богатырь из Ставропольского края. Учился на факультете физической культуры. 2008 год. Автокатастрофа. Перелом позвоночника. Теперь спорт как способ окрепнуть, приспособиться к новой жизни. Больше и больше втягивать спорт. Мой первый тренер. Я поехал в районный зал на Ставрополье. Мой первый тренер Дьяченко научил меня штангу жать. Я начал заниматься по жиму штанги выступать. В Звенигороде уже 6 лет. Сейчас Сергей трудится в спорткомплексе «Звезда». Старший инструктор приезжает каждый вторник, четверг и субботу. Три дня, когда чемпион тренирует других. Другие дни для себя. Сначала штанга, теперь ядро. Признается, города толком не видят. Режим. Курсирует между двух залов. ЦСКА и «Звезда». Сложно, но Сергей никогда не сдается. Он пример для сына. А его тренер Александр Беляев всегда находит нужные слова. Спортсмен признается, тренер строгий, но справедливый. Здесь, как у любого человека, это побороть себя, побороть свою лень, заставить себя прийти каждое утро вставать и пахать. Я просто пашу каждый день. День здесь физически тяжелые нагрузки именно железом для подкачки, потому что ядро не полетит, если ты будешь слабым человеком, так как оно весит определенный вес, оно тяжелое. Упорство и воля к победе. Это объединяет всех спортсменов. Но без помощи и поддержки друзей и родных, признается Сергей, результата могло и не быть. Друзья из строительной компании буквально настояли шесть лет назад, чтобы Сергей уехал и начал все заново. И получилось. Чебоксары. Чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Две золотые медали. Мировой рекорд по метанию ядра. 11 метров и 41 сантиметр. Но и это не предел. Самая главная моя цель – это воспитать сына хорошим человеком. Ну и паралимпийские игры, конечно, основная моя цель – выиграть по спорту. Цели, как всегда, кто-то… Я сейчас выиграл чемпионат России, да, превысил мировой рекорд. И как бы для кого-то это уже какое-то достижение. Для меня нет. Цель всегда выше. Потому что я хочу выиграть чемпионат мира, ну как минимум войти в призеры. И, конечно, я хочу выиграть Олимпиаду. Ну как минимум быть призером. А пока в августе гран-при во Франции и чемпионат мира в Дубае. Если атлет Сергей Сокульский войдет в тройку лучших спортсменов, автоматически попадает в сборную на паралимпийские игры в 2020 году в Токио. Но для самого главного болельщика Сергея, сына Саввы, его папа уже победитель.